Всем привет, ребят! Меня зовут Оля Ермилова. Я украинка. Сейчас в моей стране происходит война, но я продолжаю говорить о самом главном, о том, что у нас есть. Это наш мозг, это наша возможность как-никак создавать свою собственную реальность, в общем-то, то, что мы и делаем. И, конечно, вы можете меня спросить, неужели мы создали войну? И я вам отвечу, да. Никто другой ее не создавал, только мы с вами. Наверное, это бесконечная пропаганда с телевизора, бесконечная история с армиями, с оружием и с прочими вещами. Такие раскачали этот маятник. И маятник был настолько большой, что многие из нас с вами просто ввалились в эту историю. И, скажем так, наше конкретное личное мнение никто не спрашивал, но так оказалось, что именно в этой ситуации мы должны пройти свои жизненные уроки. И те, кто их проходит, те, с кем это сейчас происходит, те, кто не уехал раньше, не уехал позже, вот с кем это все происходит, значит, это наш с вами жизненный путь, часть этого пути. И я сегодня хочу дать вам несколько напоминаний, а для кого-то, возможно, знаний, как пройти этот путь легче. Прежде всего, давайте помнить о том, что наш мозг очень легко программируется. Именно это и является для нас очень главной как опасностью, так и возможностью, да, кризисом и возможностью одновременно. Потому что, с одной стороны, если мы будем позволять в свой мозг засовывать какую-то информацию, которая сегодня нам невыгодна, для нас это опасно. Но если мы с вами будем позволять своему мозгу воспринимать ту информацию, которая для нас конкретно сегодня более выгодна, нам будет значительно легче. Один из главных вопросов, который создается в такие моменты, вообще в любые критические моменты, как будет? Мы все очень хотим, чтобы кто-то сказал, как будет. Обязательно находится кто-то, кто говорит, скоро все закончится, и все будет хорошо. И находится другая сторона, которая говорит, нет, скоро все не закончится, и хорошо все тоже не будет. Я хочу сказать вам сейчас самое главное – правду. А правда звучит так, что никто не знает, как будет. Никто не знает, как будет. В любой ситуации мы можем строить лишь предположения, догадки. И даже когда мы точно что-то планируем и считаем, что будет именно так, нет никаких шансов, что все пойдет не по плану, что все будет точно. Поэтому мы должны осознавать, что будет как-то. И влияем ли мы конкретно сейчас на это с вами – большой вопрос. Но мы влияем на то, как мы будем ощущать себя. Поэтому первое правило, которое я для себя взяла – это выбирать ту правду, в которую мне сейчас легче верить и с которой мне сейчас легче жить. Поэтому, например, если брать конкретную ситуацию с войной, я выбираю для своей психики, для своего сознания то, что это будет недолго. Потому что если сейчас предположить, что это будет длиться год-два или, как говорят, а потом это повторится, то в принципе проще пойти на фронт или остаться в доме, где будет ракетный удар. Потому что в противном случае мозг начинает сходить с ума прямо сейчас от того, что ему никуда не скрыться. Еще и мировой войной пугают, что вообще и ядерная война, и все равно все умрем. Но тут уж проще выдохнуть. Поэтому важно для себя собраться и найти ту правду, на которую будете ориентироваться конкретно вы, ту правду, которая нужна вам. То же самое это касается принятия любого решения – работать или не работать, остаться или уезжать. Продолжать быть в своей стране активным бесплатно или начать делать что-то за деньги. Забыть про деньги и клянчить эти деньги, требовать, чтобы кто-то тебе помогал или зарабатывать самостоятельно. Я хочу, чтобы вы понимали, что нет никакой однозначности. Мы с вами живем в пространстве вариантов. И любой из вариантов имеет место быть. Вопрос только в том, на каком сконцентрируемся мы. Какую задачу, какое решение, какие эмоции к данной ситуации будем применять мы. Например, я приняла решение, я могу рассказать из своего опыта, что то, что сейчас происходит – это моя точка роста. Это возможность увидеть себя настоящую, потому что в таких ситуациях играть невозможно. Просыпаются твои истинные страхи, истинные мотивы, истинные эмоции, истинные чувства. Почему? Потому что обнажается вопрос смерти, вопрос конца. И когда ты видишь некую такую историю про конец, ты думаешь, а зачем тогда мне сейчас врать, придумывать, быть кем-то другим, если все равно конец? Уже лучше я тогда буду с собой. И вот здесь вы и проявляетесь. Скажу вам честно, мне понравилась та Оля, которая проявилась. Мне понравился тот человек, которого я сейчас вижу. Ожидала ли я себя такой? Нет. Я не ожидала и не думала об этом, и не представляла, что мне придется поучаствовать вот в такой части своей жизни. Но тем не менее, оказалось, что во мне есть много тех качеств, о которых я не подозревала. Оказалось, что я очень живучая не только физически, но еще и психологически. И это осталось для меня лично приятным открытием. Сейчас я нахожусь в состоянии, как я называю, невесомости. Я нахожусь в чужой стране, живу в чужом доме, учу чужой язык. У меня нет здесь какой-то конкретной работы. То есть тут ее нет. У меня по-прежнему работа вот такая, как и была. И здесь нету, значит, вот этих всех видов деятельности, занятий и той привычной жизни в тех привычных местах, к которым я привыкла. Здесь нету моих вещей и множество того, моего автомобиля, да, множество того, что было и что находится, осталось сейчас в Киеве. И тем не менее я учусь каждый день жить в этих обстоятельствах. Жить с, например, сейчас у меня есть сожители. Вот есть еще девушка такого возраста, как я, немного старше, со своим взрослым сыном. Мы учимся жить на одной территории. Мы учимся находить какие-то общие точки соприкосновения. Мы учимся расти, развиваться. И когда мы начинаем фокусироваться с вами на тех вещах, на которых мы в состоянии сфокусироваться, когда мы начинаем для себя задавать себе, а какой бы результат я хотел получить, начинает все складываться. Мне сложно описать сейчас, например, тот путь, который я прошла, но я все время своему мозгу пошагово говорила о том, какой результат мне нужен прямо сейчас. Как мне попасть в поезд или как мне переехать из одной страны в другую, именно в тот город, который мне нужен, именно на одном автомобиле, да еще и в комфортных для себя условиях. Я постоянно программировала свой мозг, потому что даже в панике я не забыла о том, что мозг программируется. И когда мы даем ему чуткую установку, словно забиваем координаты в наш с вами навигатор, мы можем достичь той точки, которая нам нужна. Я хочу сейчас, чтобы вы вспомнили об этих возможностях своего мозга или узнали. Чтобы сейчас, когда перед вами стояло какое-то сложное решение, вы настраивали свой мозг не на то, что это невозможно найти это решение, а на том, что вы непременно его найдете, чтобы вы настраивали свой мозг не на то, что везде одни большие проблемы и ничего невозможно достичь, а наоборот. Вкладывали в свою голову именно то решение, которое вам необходимо, и вы увидите, что все будет получаться. Я хочу также напомнить вам и о том, что то, с какой эмоцией мы с вами смотрим сегодня на мир, будет определять то, что мир будет нам возвращать. Я знаю, как сложно сегодня отказаться от злости, от агрессии. Поверьте, я знаю, потому что у меня тоже огромные запасы, как будто бы наполнили резервуары с этими чувствами. И тем не менее, каждый день я стараюсь избавиться от этого. Я стараюсь вспомнить самое главное, что вся злость пойдет прежде всего во вред мне, что именно злость притянет в мою жизнь еще больше негатива. Поэтому я делаю свои собственные техники и практики, которые помогают мне избавиться от этого, насколько это возможно. И в заключение я хочу сказать вам еще раз. Мы все проходим вселенский урок. Это нужно понимать. Мы можем верить и не верить в карму, еще во что-то, но мысль о том, что мы все равно все умрем, должна давать нам главное открытие. Цель не в том, чтобы сохранить жизнь. Цель в том, чтобы сохраниться кем-то важным и верным. И желаю всем нам скорейшей победы. Слава Украине!